дорогие зрители канала человек лев сегодня мы опять саванне опять с вожаком и мы сегодня поразмышляем с вами о судьбе о судьбе львов а совсем еще недавно не надо штаны рвать мои ты я понимаю что ты хочешь меня обнять для хорош 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 ты хорош ты играться хочешь давай расскажем о судьбе львов еще какие-то 50 лет назад львов в мире было более полумиллиона представьте полмиллиона львов бродила по саванам африки и все было хорошо шел жизненный цикл львы как известно регулировали численность копытных животных которых было огромное количество миллионные стада были антилоп бизонов различных других копытных животных и все было хорошо хорош хорош прошло всего несколько десятков лет и сегодня статистика говорит о том что львов в природе осталось всего несколько тысяч три-четыре тысячи называют сегодня цифру свободных львов которые остались в национальных парках африки представьте количество львов которые уничтожено в общем-то за одну человеческую жизнь за 50 лет такими темпами мы потеряем любов буквально через несколько лет и они останутся только в зоопарках где может начаться им бризинг и не знаю какова их судьба зоопарки не тоже не очень сильно и много содержат африканских львов потому что лев вы посмотрите его это огромная машина ему нужно 10 килограммов мяса 10 килограммов мяса в день чтобы это большая туша была сыта и тогда ему нужен большой вольер хороший вольер вот не каждый зоопарк сегодня в экономических условиях особенно россии украины может себе это позволить поэтому да и за границей очень часто мы видим репортажи о том что в заграничных зоопарках и где часто пишут на почту говорят о том что львы кастрированы чтобы они не размножались чтобы не было проблемы там с малышами они безгривые там в этих парках европейских это все конечно очень очень плохо сегодня львы уже внесены международную красную книгу да есть еще 10-12 тысяч львов которые разводятся на специальных фермах в южной африке в основном но это исключительно для охоты в южной африке нет проблемы заказать охоту на льва 3000 долларов стоит такая охота и вам выпускают вот такого гривастого огромного злого дикого льва и вы садитесь в буш и такой лес африканский не сильно густой и на вас бежит ваша жертва чтобы охотник не растерялся и лет не напал на него сзади охотника который заказал себе вот эту такую услугу сажают опытного охотника на африканца который делает контрольный выстрел то есть у льва практически шансов никаких нет он будет обязательно убит после этого человек который заказал эту услугу а это как правило богатые европейцы американцы он увозит с собой шкуру льва может сделать чучело этого льва такие услуги тоже в юар делаются и дается лицензия на вывоз никаких проблем нет чтобы вы вывезли это в любую страну но вы часто можете видеть в интернете подобные фотографии даже депутаты госдумы российской федерации часто очень показывают демонстрируют как они убивают жирафов львов в условиях природы африки мне кажется все это очень грустным грустная статистика грустный подход к тому что мы живя на планете и очень заботясь о благосостоянии людей вот уничтожаем тех кто рядом с ним с нами имеет право также жить на нашей планете парк львов тайган не может спасти всех львов которые сегодня нуждаются в помощи но парк львов тайган не так много завез львов из других зоопарков но уже очень много львов родил на вот этой территории в крыму в белогорске только в этом году у нас огромное количество львят тигрят но читатели не блога олега зубкова youtube каналов моих знают что у нас каждый год рождается много-много малышей и сегодняшний день не прошел даром тоже давай давай покажи давай 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 пусть тебя увидят зрители блога давай я буду ругаться вот так лучше будет ты дурашка да ай такая дурашка такая дурашка ай ты красивый ай ты хороший ай ты хороший ты хороший ты хороший и вот мы сегодня белогорском парке львов тайган вместе с вожаком чуком рассуждаем о будущем африканских львов какая их судьба и увидит ли наши внуки и правнуки вот этих львов в условиях открытой природы да и в зоопарках у которых ну порой очень очень скромные возможности в содержании крупных хищников мне кажется что больше должно законов сегодня быть строгих законов на всех уровнях которые только возможны и прежде всего там где обитают львы чтобы оставить львам ту среду обитания ну опять упал ну опять упал а кто лапой помашет кто лапой помашет кто лапой помашет кто лапой помахает лапой нашим зрителям которые смотрят канал и такой хороший и такой хорошей львы должны охраняться начиная от парка львов тайган и кончая заповедниками и заказниками которые находятся в африке на их родине мы свой вклад в сохранение африканских львов вносим здесь в российском крыму несмотря на все усилия гнусных ветеринаров местных чиновников которые нам в этом мешают и дают парку дополнительных территорий мясо воруют у нас и многое много чинят других каких-то препятствий мы свой вклад сохранение львов на планете земля внесли и будем продолжать вносить правда скажи гав спасибо всем это был канал человек лев подписывайтесь на него и узнаете много интересного от нас